Пробежать марафон без гелий. Хорошая ли эта идея? Чем питаться во время забега? И сколько нужно съесть этой еды? А если взять на марафон гели с кофеином, как они могут подействовать? Добрый день, друзья! Вас приветствует беговой клуб ЭРА и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин. И мы продолжаем развенчивать мифы о беге. У нас был предыдущий ролик в этом цикле про бег натощак. И наши слушатели оставляли такие комментарии, что вот я сутки до тренировки ничего не ем, а потом вот так ничего не ем, бегу в полмарафон или даже марафон, и на этом марафоне тоже ничего не ем, и себя прекрасно чувствую. А кто ест до бега, и еще и во время бега, так те вообще слабаки. Так ли это, Александр? Можно придумать и не такую аскезу. Я знавал людей, которые издевались над собой разными, очень разнообразными способами. Однако надо понимать, что все, что мы делаем, в том числе беговые тренировки и наши действия относительно беговых тренировок, оно подчинено какой-то цели. Вот бежать марафон не емши для чего? Чтобы пробежать его быстрее, вряд ли получится. Ну, потому что есть физиология, которую ты не переступишь. Бежим марафон, тратим энергию. Основной источник энергии, когда мы бежим марафон, это смесь липидов, то есть жиров и углеводов. Запас липидов в нашем теле почти не ограничен. Любую мыслимую нагрузку можно одолеть исключительно на собственных жировых запасах. У самых худых людей жировых запасов более чем достаточно, для того, чтобы обеспечить любую мыслимую нагрузку. Однако, на одних липидах наше тело не умеет работать. Для того, чтобы в процессе энергообеспечения работали жиры, обязательно должно входить в состав горючей смеси какое-то количество углеводов. А запас углеводов в человеческом теле немножко ограничен. У нас есть сколько-то граммов углеводов в виде запасов гликогена в мышцах. И есть еще немножко в печени. И этот гликоген печени, он может быть мобилизован и послужить топливом для работающих мышц. Ну, глюкоза из этого гликогена может послужить топливом для работающих мышц. Но еще раз скажу, запас углеводов в нашем теле ограничен. Поэтому, если у нас есть возможность ввести дополнительные углеводы по ходу длительной нагрузки, конечно, это надо делать. С точки зрения спортивного результата нет совершенно никакого резона ограничивать себе питание по ходу длительной нагрузки. Никакого дополнительного тренировочного эффекта от этого тоже не случается. Увы и ах. Люди почему-то думают, что вот я сейчас побегу, типа на одних жирах, и от этого у меня вырастет утилизация жиров. К сожалению, так не получается. К сожалению, утилизация липидов для энергообеспечения физической нагрузки растет просто по ходу длительных низкоинтенсивных тренировок. Ограничение углеводов не помогает утилизации липидов. К сожалению, это так. Наше тело так устроено, у нас вот такие механизмы энергообеспечения. Их нельзя принципиально изменить. Они вот такие. Мы работаем только на этой горючей смеси. Если только один компонент этой горючей смеси может быть использован, то это углеводы. На 100% липидов мы, извините, не можем существовать. Даже в тех субпопуляциях человечества, которые на протяжении многих лет жили на почти исключительно белково-жировом рационе, ну, например, морские охотники Крайнего Севера, тюлени, киты, рыба. Углеводов им взять, в общем, негде. Все равно у них в мышцах точно так же накапливается гликоген. Другое дело, что этот гликоген образуется из липидов. Процесс называется глюконеогенез. Он происходит, он точно так же происходит в теле хищников, потому что хищники тоже живут, знаете ли, без углеводов. У них тоже белково-жировой рацион, почти исключительно. Но они тоже накапливают гликоген. Почему? Потому что у них этот гликоген производится внутри тела из жиров, которые они едят. Чуть не сказал, которых они едят. Поэтому никакого резона с точки зрения спорта и спортивного результата и спортивной физиологии бежать в марафон не евшим нету. Допустим, бежим мы полмарафона или марафон. Сколько, чего и каким образом потреблять? Начнем с того, сколько нужно съесть, допустим, за 21 км, за 42 км. Спортивная наука говорит, что человек нормально усваивает от 60 до 70 граммов углеводов в час. Что это значит? Это значит, что в пересчете на чистый сахар, ну, либо это будет сахар, который представляет собой, ну, сахарозу, да, димер, глюкозы и фруктозы, либо это чистая глюкоза, либо это какая-то другая сладкая сахарная смесь, но обычно пользуются либо глюкозой, либо димером глюкозы с фруктозой, то есть сахарозой. Так вот, от 60 до 90 граммов этой смеси в час. Попробуйте-ка посчитать, сколько кусочков сахара. Сахар – это сахароза. Сколько кусочков сахара надо в себя затолкать за час, чтобы набралось, ну, эти самые 60 граммов? Я вам скажу сразу, порядка 12 кусочков, потому что в стандартной килограммовой пачке сахара рафинада содержится 180 кусочков. Я их когда-то считал. 5,5 граммов на кусочек. 12 граммов – вот у нас как раз наберется эти самые искомые 60 с небольшим граммом. В каком виде вы этот сахар в себя засунете, затолкаете, запихнете? Дело каждого. Кому-то больше нравится что-то сладкое, хрустящее, не знаю, леденцы грызть. Кто-то эти леденцы за щекой рассасывает. Кому-то больше нравится сладкое, которое можно жевать. Это всяческие батончики мягкие. Кому-то еще больше нравится что-то, что и жевать-то не надо. Выдавил в рот гель, скомкул упаковку, засунул ее в кармашек, если это происходит на природе, кинул ее в урну, если это городской марафон. Гели хочется запивать, сухую еду тем более хочется запивать. Леденцы некоторые запивают, некоторые бегут, у них достаточное слюноотделение, им комфортно бежать так с леденцом. Главное, этим леденцом не поперхнуться. Поэтому каждый выбирает ту форму углеводной подкормки, которая ему больше нравится, и использует ее. Да, есть еще один вариант. Взять этот сахар, разболтать его в каком-то количестве воды и нести с собой вот эту сладкую бутылочку вместе с бутылочкой пресной воды. Так часто делают на трейлах, на очень длинных соревнованиях, когда бежишь часами, и у тебя есть условно два часа от одного пункта питания до другого. Ну вот разболтал себе бутылочку, сделал сладкую смесь, или взял уже готовый какой-то состав сладкий. Можно пить сладкое, но сладкое немножко клеит рот, и после него хочется чистой воды. Значит, в другой бутылочке есть чистая вода. Попил, побежал дальше. Мы бежали, как я уже говорила, Лиси Трейл, ссылку на мой отчет про этот марафон я оставлю в описании. И вот там у меня постоянно разваливалась бутылочка, и я вся была в этой воде из бутылочки. Если бы она была сладкая, каково бы мне было. Мне и так было очень нелегко. А если бы вода была еще и сладкая. Если бежать в марафон за три часа, ну и даже за 3.30, то вот я никогда не брала гели на столах организаторов. Почему? Потому что есть на забеге, на результат неизвестный вам гель, это большой риск. Ну как, 50 на 50, либо случится, либо нет. В синюю кабинку отправиться после геля, который вы не пробовали на тренировке. И даже сам Александр каждый раз говорит, что надо все попробовать на тренировке. И носки, и кроссовки, и рюкзак, вот что, кстати, я не сделала на последнем забеге. И гели. А гель в первую очередь. Если вдруг вы хватаете со стола на пункте питания гель, который никогда раньше вам в руки и в рот не попадал, вы действительно рискуете. Если вы хватаете с этого стола апельсин, скорее всего апельсины вы раньше ели. Поэтому, ну, есть люди, которые не переносят апельсины, есть люди, у которых бананы прыгают в животе после того, как вы их прожевали и проглотили. Но когда вы таким не страдаете, то почему бы и не хватать? В конце концов, пункты питания для того и придуманы, чтобы на них чего-нибудь схватить и с этим убежать. Поэтому есть люди, у которых живот очень чувствителен, и им приходится тащить всю мыслимую еду на себе, потому что они не рискуют взять что-то с чужого стола, со стола на пункте питания. Есть люди, которые способны переварить чего угодно, и у них неприятности с животом случаются крайне редко, поэтому они могут себе позволить хватать со стола что угодно, на больших трейлах, на столах появляется нормальная еда, хлеб, сыр, колбаса, сырокопченая колбаса. После сотого километра, я вас уверяю, заходит замечательно. После сотого километра очередной гель воспринимается во рту, как некая мерзость, а хочется нормальной еды. Вообще, чем длиннее дистанция, тем прихотливее делаются вкусовые предпочтения. На короткой дистанции можно позволить себе гель, еще гель, чего-то сладкого попить, по дороге этим сладким облиться. На длинной дистанции надо выбирать, надо понимать, что тело хорошо воспринимает, что мозг хорошо воспринимает, потому что значительная часть того, что мы съедаем, воздействует через вкусовые рецепторы на наши мозги, добавляет нам комфорта или наоборот дискомфорта. Съесть что-то вкусное, приятное на пункте питания, это огромный заряд удовольствия. И это удовольствие помогает бежать дальше, помогает работать. И наоборот, если бы на пункте питания схватили что-то, что во рту не помещается и вызывает противные ощущения, это довольно сильный демотиватор. Поэтому тренируйтесь, пробуйте разную еду, понимайте, что вам хорошо заходит, что нехорошо заходит, экспериментируйте в тренировках перед гонкой, чтобы не подвергать себя риску, экспериментируя на гонке. На гонке вы уже должны знать, что есть, что пить, когда, в каких количествах, ну и как это все нести, откуда это все взять, то ли от организаторов на пункте питания, то ли тащить с собой. И вот как раз в наших кемпах, ссылку на график наших кемпов я оставлю в описании этого видео, мы и тренируем эти навыки, то есть носить с собой еду, попробовать эту еду, еда такая, еда сякая, конфетки, риски, сникерсы, гели. А вот давайте, Александр, поговорим о том, где же нести эту еду. Вот если человек решил идти на проверенной еде, то значит не еда от организаторов, это только еда от себя. Окей. И она может появиться во время забега. Окей. Если на своей еде, и мы говорим о городском старте, скорее всего городской старт это не больше марафона. Марафон это 42 километра, это ну 3, ну 4, ну 5 часов. И дальше вы рассчитываете по своим потребностям, сколько вам надо нести с собой, не знаю, гелей, ирисок, сникерсов. А дальше можно думать, куда это все девать. Вариантов не очень много. Пояс с кармашками, который позволит разместить это все где-то у себя в середине тела, так сказать. Чуть выше бедер на талии. Очень удобное расположение, потому что это близко к центру тяжести тела и не нарушает баланс сегментов, когда мы бежим. Немножко отягощает тело. Да, вот если набить себя гелями, которые придется там каждые полчаса в себя засовывать и раскидать это все на 5 часов, получается довольно много. Действительно. И это будет ощутимый вес, когда этот пояс поднимешь на себя, наденешь. И поначалу он может быть даже будет мешать бежать и чувствоваться как лишний вес. Ну со временем эти гели потребляются, стало быть вес делается меньше. Правда при этом усталость нарастает. Если речь идет о трейле, там история другая, и там, как правило, в обязательном снаряжении есть то, что позволит вам нести с собой еду и воду. Беговой рюкзачок, жилетка, либо бутылки спереди, либо бурдючок, гидратор сзади, с трубочкой. И это то, что нужно проверять, тестировать в длительных тренировках до того, как вы выйдете на старт. И туда же, в эту же жилетку, в боковые кармашки, натолкать себе гели. Иногда разные гели. Сладкие справа, соленые слева, или наоборот. Или гели справа, а твердый корм слева, так как вам больше нравится. Я левша, мне удобнее доставать левой рукой, поэтому я готовую еду держу в левом кармашке. А в правый кармашек я заталкиваю пустые бумажки. Вот мне так удобно, я так привык. В правый кармашек я не полезу, потому что у меня в правом кармашке лежит спас-одеяло и компас. Вот они у меня там лежат для того, чтобы я их никогда не доставал. Я их вообще стараюсь не доставать из этого кармашка-рюкзака, а не там на всякий случай. Не дай бог случится. В предыдущем ролике о том, в какое время суток бегать, мы говорили о том, что бывают гонки, которые начинаются поздно вечером, идут ночью, и у людей реально есть проблема, что их там в 2-3 часа ночи просто вырубают. И Александр сказал, что можно съесть что-нибудь типа гели с кофеином. Вот что скажет Александр про гели с кофеином? Как они работают, для всех ли они работают, универсальна ли эта помощь? Да, действительно, у кофеина есть стимулирующее действие на центральную нервную систему. И это его действие, которое было открыто одним из первых. А до того, как открыли кофеин, было известно, что кофе бодрит. И чай немножко тоже, потому что в нем, как оказалось, тоже содержится кофеин. И да, действительно, производители довольно быстро сообразили, что для того, чтобы добавить бегунам бодрости, можно в состав добавить кофеина. И выпускаются гели с какой-то дозой кофеина, не очень большой. И действительно, многим этот гель помогает и вызывает у них прилив бодрости, ощущение свежести, уходит сонливость. Надо сказать, что на некоторых это не действует. А на некоторых действует. И это зависит от индивидуальных особенностей организма. Во-первых, и от того, насколько рецепторы к кофеину чувствительны, что называется, здесь и сейчас. Если вы за несколько недель до старта перестали пить кофе и чай, вы оставили свои рецепторы, которые чувствительны к кофеину, без кофеина, чувствительность этих рецепторов потихонечку растет. Она добирается до какого-то своего верхнего предела, если на эти рецепторы ничего не действует. Если вы наоборот, независимо от того, что там гонка, не гонка, глушите кофе целый день двойными дозами, у вас чувствительность рецепторов понижена. И гель с кофеином может не оказать бодрящего действия. Это индивидуальная особенность. Да, действительно, рецепторы, что называется, забиваются, если на них постоянно действовать специфическим для них раздражителем. Поэтому, если вы постоянно пьете много кофе, и кофе не оказывает на вас ожидаемого бодрящего действия, на несколько недель оставьте себя без кофеина. И тогда следующий гель с кофеином сработает. Если у вас гель с кофеином работает независимо от того, пьете вы кофе, не пьете вы кофе, ну и ради бога, да, это индивидуально, это надо обязательно пробовать до гонки, потому что рассчитывают, что вот меня начнет валить ко сну, и я съем гель, и мне поможет, а оно вдруг не сработает, крайне неприятная ситуация. Это вещи, которые надо тестировать. Это то, что надо проверять в длительных тренировках перед гонкой. Одна из задачек, которую мы решаем в длительных тренировках перед гонкой – проверить снаряжение, одежду, обувь, еду, питье. Любые мелочи, которые вас сопровождают на гонке, должны быть проверены. Я хотела бы вспомнить другую, противоположную историю, когда подопечная Александра Татьяна бегала в прошлом еще году зимнюю сову, и она никогда до этого гель с кофеином не пробовала, вот на гонку взяла три штуки. Ей стало там так плохо, что она реально писала в отчете, думала, сейчас умру. То есть человек не ожидал, что гель с кофеином на нее так вообще подействует. Еще раз надо повторить. Все, что у вас будет на гонке, должно быть проверено до. Но никаких экспериментов по ходу гонки быть не должно. Это слишком рискованная стратегия. Да, действительно, есть люди, у которых гель с кофеином и вообще некоторые продукты вызывают подобную реакцию. Особенно кофеин, потому что кофеин действительно действует на центральную нервную систему. И эта реакция может быть очень выраженной. И вы не знаете заранее, какая она будет, покуда не попробуете. Поэтому первую пробу делать по ходу гонки, затея не самая хорошая. Пробуйте до. И если у вас все хорошо получается, ради бога, гель с кофеином, это ваше решение для ночного бега. Если нашим слушателям понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал ЭРОПОДЧЕРКИВНИРАН. А если у вас есть еще вопросы к Александру, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях. И Александр отвечает на них каждое воскресенье в подсказке «Когда ты тренер-доктор» и в этом же самом канале ЭРОРАН. Спасибо, всем пока. Пока.